Итак, всем привет! Сегодня мы смотрим на программу Berrybox версия 2. Посмотрим, чем она отличается от Berrybox первой версии. Только недавно я сделал релиз этой программы и сделаю видео, чтобы показать, как она работает. Подготовил, как всегда, несколько файлов, чтобы продемонстрировать, как изготавливать скины. К примеру, у нас тут есть первый пункт, это муви, это изготовление скинов под муви, под фильмы. Есть диски, обложки дисков, которые выкладывают вот в таком виде, где есть первая, вторая сторона, вперед-зад, а также сбоку есть спина, так называемая. Забрасываем просто в окно и видим, что она разместилась, обложка сразу внутри кейса стеклянного, но мы видим, что она разместилась спинкой посередине. Для этого тут специально предусмотрена функция, которой не было в первой версии, это выбрать первую или вторую страничку. Программа автоматически вычисляет, где находится спинка и ее дает вне кадра. Итак, мы выбираем, что у нас правая страничка, это вперед. Также, какие есть видоизменения по сравнению с первой версией. Также появился вот такой выбор с точечкой, кружочек, это записывать новый файл иконки в ту же папку, где была картинка, откуда была брошена картинка, то есть, соответственно, в эту папку. А вторая иконка, иконка десктопа в macOS, то есть записывать на десктоп. В данном случае мы будем писать на десктоп, поэтому я переключаю на десктоп. Делаем сейв, появляется характерный звук о том, что картинка сохранена, и вот мы получаем иконку. Если мы создадим пустую папку, возьмем ее свойства и можем перетягивать вот так иконку. Наша папка превратится в красивую иконку фильма. Безусловно, это может быть не только папка, а может быть и ее файл просто. Любому объекту можно назначить новую иконку в macOS, такому как файлы и папки. Удалим. Нам она больше не нужна, это был пример. Значит, мы, естественно, можем опять же кидать другие скины и создавать себе красивые иконки фильмов. Дальше. Есть еще небольшая кнопочка вот здесь с замочком, который тоже не было в версии 1. Это сохранять пропорции или не сохранять пропорции. То есть, если, грубо говоря, мы кинем изображение вот такое, сделаем один к одному. То есть, не соблюдать стороны, потому что тут этих сторон просто нету на изображении. И отключим замочек, то мы увидим, что изображение просто растянется внутри бокса, который предопределен скином. Так было в версии 1, которая вот здесь мы можем видеть, было так же. Также не было ни выбора сторон, то есть, если мы бросали вот такой файл, мы могли получить только вот такое изображение. Нельзя было ни сохранять размерность, ратио, соотношение сторон, ни стороны выбирать для фильмов. Тут можно это делать. Это было насчет фильма. Также внизу появилась полоска, в которой написано сейчас, в данный момент, после забрасывания нового файла, написано, как назывался файл, название файла. А после сохранения написано, куда сохранено стрелочка Desktop и сохранено как название, новое название. Это старое название брошенной картинки плюс название скина Movie. И она называется иконка ICNS. Далее. У нас есть бумажка. В бумажке уже нельзя выбрать стороны, потому что она для этого не предназначена. Это не для обложки фильмов. Тут мы можем иметь возможность только включать ратио или отключать его. Соответственно, мы можем делать вот такие красивые листики для каких-нибудь файлов, документов и так далее. Вот такие вот иконки. Дальше у нас есть книга. Например, у нас есть комикс. Ну и вот час, в частности, журнал. Мы можем создавать библиотеку журналов или книжечек. Потом у нас есть папка, фолдер. Можем создавать папки. Также мы можем создавать диски сами. К примеру, вот такие могут быть видеофильмы или музыка. Или просто на ваш выбор диски. Также есть для музыкальных дисков кейс стеклянный. Соответственно, тут такая же система. И последний. Это тестовая пока что фолдер 2. Это в данном случае я показываю нерелизную версию. Тут будет еще один скин с коробочкой. Который в примере пока что сам скин не изготовлен. Но под него есть размечено место. Вот такая программа. На этом все. Пока.